Приветствую всех! Канал Перезагрузия передает привет всем, кто смотрит нас. Мы находимся на горнолыжном курорте Бакуриани, и я хочу просто коротко рассказать историю этого места, и объяснить, какие трассы есть, и как добираться, какие гостиницы лучше брать, и что делать. Во-первых, я хочу вам сказать, что фактически село Бакуриани и ближайшие села были основаны в основном украинцами, которых начали сюда переселять в 1817 году. Они в основном тут занимались лесом, то есть заготавливали лес, который вывозили в Германию, и они использовали этот лес для приготовления музыкальных инструментов в основном. Так что тут очень много сохранившихся старых украинских домов, и население, конечно, очень маленькое, они в основном уехали, все покинули уже эти места, приблизительно 3% украинского населения осталось в Бакуриани. Ну, первый горнолыжный курорт фактически тут, ну, не горнолыжный курорт, но первые лыжники, можно сказать, сюда поднялись в 1926 году. Был у нас такой человек Георгий Николадзе, который собрал студентов, лыжников и поднял сюда, и они делали первые спуски. А чуть позже, потом после этого, в 1935 году, ребята, представьте себе, тут построили самые первые подъемники, которые тянут просто людей, вот не такие, как вагонетки, на которых мы сейчас катаемся, а те, которые просто тянут людей, первые вообще в Советском Союзе были построены именно в Бакуриане. Ну, наверное, многие потом знают, что тут развили всю инфраструктуру, сделали тут трамплины, и тут уже потом позже тренировалась наша тогда с вами общая олимпийская сборная СССР. И даже в 2014 году Бакуриане претендовал в числе тех городов, которые хотели провести Олимпиаду. Но, к сожалению, вы знаете, что мы не выиграли и Олимпиаду тут не проводили. Тут три основные трассы. Вот сейчас мы спускаемся с Дидвели, мы поднимались на 2700. Дидвели состоит из трех подъемников, и трассы тут абсолютно разные сложности, и можно с самого верха там, с 2700 тоже спуститься. То есть вам, чтобы до самого верха добраться, нужно будет на таких подъемниках пересесть два раза, и последний это уже такой лифт типа фуникулера, который тросами тянется наверх. Вот, и вы будете на самый верх. Лучше купить, конечно, паз, который безлимитный, потому что один подъем стоит 7 ларий, и только на Дидвели их три. А если вы собираетесь еще подняться на других трассах, тут еще есть Митарби, где тоже три подъемника. Пойдем с вами. И кохта. Ну, на Митарби меньше всех людей, наверное, катаются. Когда ветрено, все катаются на кохта в основном, потому что Дидвели, где мы вот спускаемся, он очень ветреный. Мы вот позапрошлом году тут были, и фактически за неделю мы ни разу не видели в рабочем состоянии, мы не смогли подняться наверх. Так что, ну, такое место, знаете, капризное очень. Наши советы по посещению Бакуриани, это в основном, мы не советуем вам жить среди вот этих вот гостиниц, которые собраны в кучу. И мы не советуем приехать сюда, конечно, в тот сезон, когда каникулы у детей. До 14 января в Бакуриани... Да, праздники, там, каникулы. До 14 января тут дурдом, реально. И поверьте мне, в январе меньше снега, потому что по статистике январь самый теплый месяц вообще в Бакуриани среди зимних месяцев. Тут средняя температура 7 градусов плюс фактически днем средний. Вот, и в январе мало снега. Так что в феврале намного больше, иногда даже в марте бывает больше. Так что в февраль мы больше советуем вам в февраль, конечно, сюда приехать. И, ну, наверное, для профессионалов, конечно, мы чисто от нас советуем вам больше Гудаури и Тетнурди. Но с семьей, наверное, лучше тут отдыхать, потому что тут есть леса, где можно погулять, в отличие от Гудаури. Это разные парки, аттракционы, несложные трассы, там, на лыжах. Ну, для детей тоже отдельно сделаны. Так что в целом мы даем рекомендацию Бакуриани, но надо тщательно выбирать сезон и хорошо выбирать гостиницы. Мы не советуем в толпу там жить, лучше жить на окраине, вот, или у самого подъемника тогда, чтобы машиной вообще не пользоваться. Потому что в горячий сезон тут реально пробки. Так что спасибо за внимание, до встречи, до связи. Мы пошли покорять. Да, мы пошли покорять следующую гору. Встретимся на Кохта. Ну, продолжаем наш репортаж. Мы сейчас поднялись на трассе Кохта. У него два подъемника. Вот, видите, это средняя станция, которая находится на 1725 метров. А верхняя уже находится на 2125 метров. Ну, вы видите, там красная трасса. Все очень медленно спускаются. В общем, мало кто хочет по той трассе спускаться. Но у него есть синие тоже с другой стороны. Так что можете до конца подниматься и более по легкой трассе спускаться. А если вы хорошо катаетесь, вот, добро пожаловать на ту красную горочку. Там довольно такой резкий склон. Ну, видите, тут уже и дети, и все катаются. Эта трасса вообще в целом намного ниже находится. Тут теплее, даже снег более влажный. Ну, наверное, тут больше такой для средне катающихся людей. И вот сегодня, например, тут людей меньше, чем на Дидуэли. Потому что все, кто хорошо катаются, все сейчас поехали на Дидуэли. А тут в основном дети, сам с инструкторами, какие-то группы. В целом очень хорошо. И снег довольно хороший для конца февраля, фактически начало марта. Теперь наши советы еще по тому, как вообще распределить свое время в Бакуриане. Мы вам советуем выходить пораньше на трассу. Потому что грузины спят, они выходят к 12, и к 12 часам уже на подъемниках пробка. Во-вторых, если вы передвигаетесь на машине, ну, парковочными местами очень плохая ситуация тут. И особенно на Кохта. Тут фактически машину припарковать очень тяжело. Так что выезжайте раньше, найдите себе нормальную парковку и катайтесь себе на здоровье. Это вот наши советы относительно времени. Относительно жилья, мы вам уже говорили, что или выбирайте прямо сразу у подъемников жилье, или подача от центра где-нибудь в природе. Есть тут отдельный коттедж или гостиницы, которые находятся возле леса. То есть вы утром подъехали, например, на такси, покатались, но живете так скучненько, чтобы никто вас не беспокоил, никакой шум. Вот это наши вот... А, еще обязательно, что вы должны сделать, я вам забыл сказать, что тут с 1901 года работает узкоколейка, железная дорога, по которой до сих пор ездит... По которой до сих пор ездит маленький поезд, который грузины называют Кукушка. И мы очень рекомендуем покататься на Кукушке. Он в два раза в день спускается в Боржоми и поднимается. Ну, там в 10, потом в 2 часа спускается. И обязательно покатайтесь, и обязательно выберите время, когда будет свежий снег. Вот если прямо снегопад, поезжайте сразу в Боржоми и на Кукушке поднимайтесь в Акуряне. Ну, в целом, что курорт довольно хороший. Сзади кофта еще есть одна трасса Митарби. Если у вас джип, вы можете подъехать до Митарби, потому что там дорога очень плохая, пока что не сделали. И там вообще мало людей. Там фактически несколько человек катаются. И там трассы намного сложнее для профессионалов. И люди, которые хорошо катаются, они получат больше удовольствия, потому что они будут сталкиваться вот с такими вот любителями и с детьми. Так что, в целом, оставляем хороший отзыв о Бакбуряне. На разрез того, что мы хотели оставить плохой отзыв 2 года назад, когда был просто сумасшедший дом. Мы на Рождество сюда приехали, и Дидуэли не работал, и весь курорт просто стоял на хохто по полчаса в очереди. Так что, рекомендуем все-таки. Приезжайте, попробуйте, полюбуйтесь красотами, поездите в Боржом и попьете воду, походите в лесах там. В целом, в целом, очень хорошо. Ну что, ребята, мы поднялись на кухню на самом верху, где 2200 метров приблизительно, и просто отсюда я хочу обратить. Я хочу метарби. Посмотри, тут тоже нам несколько раз переселись. Вот село Митарби внизу. Покажи. Вот село Митарби, и оттуда подъемник. Тут около луна, в основном, и длинные, без поворотов. Они в основном скоростные. И для любителей, там практически спусков нету, там в основном катаются профессионалы, и практически на несколько человек. Посмотрите, вся трасса, она пустая. Как можно легко доехать до подъемников Митарби, да? Лучше всего это подняться сюда, отсюда спуститься, начать спуск, и потом есть там поворот направо. И вы переезжаете к подъемнику, нижнему подъемнику Митарби. Вот, потому что машинная дорога, она очень плохая, поломанная, и фактически на нем проехать на такой среднем, там, шипе-паркетнике, или седании невозможно фактически. Там цепи не нужны, ну, мучиться, мучить машину, зачем? Вот. Потом, что можно сделать из Митарби? Смотрите, оттуда можно подняться наверх, и смотрите, там уже трасса поворачивает, и соединяются оттуда. Трассы, да, с кофта есть направление, типа Митарби, туда, где Митарби и кофта соединяются друг с другом. Вот. Так что вот очень хорошие трассы, там пересекают друг друга в разные стороны, едут, и можно хорошо покататься. И пару слов мы хотим сказать еще, насколько только тут нам понравилось, потому что вот фактически постоянно ездит патруль, который очень круто катается, это реально полиция, это не просто человек, которому приклеили наклейку сзади, а настоящий патруль, вот, который катается, и за порядком следит, и очень часто ездят спасатели, то есть они с крестиками, с таким, рискьюр написано, сзади, вот он один, выходит, вот, и они просто супер катаются, если кому-то, кто-то застрял, там, лыжи слетели, или что-то, они моментально просто помогают, спускаются, если бы я катался, я бы чувствовал себя довольно безопасно, так что круто очень. Приезжайте.